Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба открывает сентябрьскую афишу двумя спектаклями режиссера Валерия Кови. 3 сентября Махас по Искандеру и 5-го постановка Пешком, польского драматурга Славомира Мрожика. 11 и 12 сентября в Абхазском театре премьера спектакля Ромео и Джульетта с Лаидой Тыркба и Бенаром Кови в главных ролях. Грандиозная премьера этого лета и прорыва Абхазского драмтеатра 11 и 12 сентября Ромео и Джульетта. Премьера спектакля состоялась в августе месяце, довольно громкая, с большими положительными отзывами. Мы ждем всех на премьере. Режиссер Адгур Ковы, художник Батал Джокуа, два этих, без сомнения, можно сказать, гениальных человека, создали уникальный спектакль, такой, которого еще не было в Абхазском драмтеатре. И мы приглашаем всех. Это нужно обязательно увидеть, посмотреть, как звучит Шекспир на абхазской сцене. В середине сентября в Абхазском драматическом возобновит работу детская театральная студия «Кузница будущих артистов». А во второй половине месяца в театре состоится вечер шедевров абхазской литературы. Мы планируем показ 17 сентября. Это проект шедевра абхазской литературы, который утвердился уже на абхазской сцене. Проект очень успешно прогастролировал по всем городам Абхазии. Мы приглашаем зрителей. В сентябре наша тема будет приурочена ко Дню Победы, будет героическая поэзия. Также 27 сентября планируется показ нашего нового спектакля, который пока еще немного отыгрывался, считается, премьерой Гумистинской баллады. В прошлом году премьера была приурочена ко Дню Победы. В этот раз мы показ приурочили к Дню освобождения города 27 сентября. Всех желающих ждем на премьере Гумистинской баллады режиссер Мадина Аргун. Абхазский государственный молодежный театр 9 сентября покажет спектакль «Призраки», 19-го укращения «Строптивой» по Шекспиру, 23-го «Последний из ушедших» и 30-го «Третий день войны». 16 сентября труппа молодежного театра презентует премьеру. Моноспектакль «Белая скала» по произведению Чичико Джонуа. Афиша государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера создает достойную конкуренцию своим коллегам. В сентябре здесь покажут нашумевший Хаджи Мурат, комедию «Клинический случай» и «Визит старой дамы». 11 и 12 сентября впервые с гастролями в Абхазию приедет труппа Московского художественного театра имени Чехова. 11 и 12 сентября в рамках программы «Большие гастроли» Министерства культуры России и в рамках культурных сезонов России и Абхазии состоятся гастроли знаменитого Великого театра МХТ имени Чехова. Впервые в истории Абхазии МХТ приезжает к нам, причем они покажут один из лучших своих спектаклей «Пролетный гусь» по прозе Виктора Астафьева. Спектакль был поставлен в 2002 году и с тех пор он идет на аншлагах, билеты на него достать невозможно. Этот спектакль в 2004 году был удостоен Государственной премии России как выдающейся достижения театрального искусства. Уже сейчас в Руздраме идут репетиции новой постановки «На всякого мудреца довольно простоты». В конце сентября театр не будет давать спектакли, чтобы подготовиться к премьере. Вот с 20 сентября спектакль мы показывать не будем, потому что сцена будет занята под выпуск премьерного спектакля «На всякого мудреца довольно простоты». Это знаменитая, гениальная пьеса Александра Николаевича Островского, сверхактуальная сегодня, сверхактуальная. Те, кто на него придут, на этот спектакль, просто будут удивлены узнаваемостью персонажей, характеров, событий. Премьера состоится 3 и 4 октября. Режиссер-постановщик Алексей Размахов, перспективный, молодой, с хорошим чувством юмора, режиссер из Москвы. 9 сентября в Питсунде по традиции откроется 7-й фестиваль органной музыки, любимый жителями и гостями Абхазии. 5 дней классической современной музыки в исполнении лучших органистов России и Европы, в их числе заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия и народная артистка республики, художественный руководитель и хранительница фестиваля Марина Шамба. У органного фестиваля в Питсунде, конечно, своя история. Огромная заслуга вообще в создании такой фестивальной истории, конечно, художественного руководителя Марина Николаевна Шамба, которая смогла возродить этот фестиваль уже после войны. И сегодня мы можем сказать о том, что не только сегодня эти годы Питсунде является центром и музыкальной жизни, потому что в этом году приезжают известные органисты из Японии, из Германии. Программа фестиваля очень интересная в этом году. В Государственной филармонии имени Рождена Гумба 20 сентября пройдет концерт абхазской группы «Ред Рокс» с приглашенными артистами. 25 сентября Центр народного творчества имени Ивана Кортуа проведет здесь фестиваль «Дружба без границ». А 27 сентября столичное управление образования организует праздничный концерт в честь Дня освобождения Сухума. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза-ТВ.